Техас вернул правила голосования, поддерживаемые республиканцами в борьбе с фальсификациями при голосовании на выборах. Грег Эбботт во вторник подписал закон о правилах борьбы с фальсификациями и возможностью голосовать без удостоверения личности. Меры, предназначенные для борьбы с мошенничеством на выборах. Закон запретит проезд на автомобиле в круглосуточные места для голосования, на которых больше всего замечено вбросов бюллетеней для заочного голосования. Также узаконит требование к кондификации для голосований по почте, что также осложнит мошенникам процесс фальсификации. Он также ограничит круг лиц, которые обычно имеют влияние на избирателей, например, в домах престарелых, и запретит чиновникам рассылать незапрашиваемые никем заявки на голосование по почте. В то же время расширит возможности сторонних наблюдателей за выборами. Демократы в шоке, несмотря на их нелегальное бегство и всяческие уловки, закон все-таки подписан. Но левы утверждают, что закон чрезмерно обременяет право голоса в нарушении первой и четырнадцатой поправок Конституции США, а также заявляют, что он направлен на ограничение доступа избирателей из числа меньшинств. Правда, никто толком не объяснил, каким образом попирается первая поправка, четырнадцатая. Кому нужно, например, три ночи голосовать на удаленном участке, проезжая на машине, да еще и без удостоверения личности, и с бюллетенем для голосования по почте. Джо Байден сравнил ограничения на голосование, введенные в Штатах, возглавляемых республиканцами с так называемыми законами Джима Кроу, которые когда-то лишали избирательных прав чернокожих избирателей в Южных Штатах. Ну кто-кто, а Байден бы лучше помолчал о Джиме Кроу. Все больше людей открывает глаза на его реальные намерения. Демократы в Конгрессе США не набрали голосов для принятия национального закона о правах голоса, который бы противоречил Конституции и новым законам Штата. Продолжение следует...